это острый лупи мне стрёмно мне страшно заходите что происходит youtube снимаю бы что же всем привет ребят я не буду долго рассказывать с этой секунды сколько сейчас время у ее и не нужно с ним надо фахмара мне подготовиться 17 12 17 12 значит с этой секунды ваши 24 часа пошли для того чтобы вам открыть этот сейф откройте его за 24 часа заберете то что у него внутри если не откроете его за 24 часа у паспорту есть ключи и главный приз который лежит там заберет он себе поскольку паспорту в деле вам нельзя с ним договариваться если я узнаю что вы у него каким-то образом сговорились не вы забрали ключи и разделили приз то я приставлю прикинь они забыли закрыть еще одна штука условия вы должны забрать его и уйти из моих это лично его условия ты понимаешь что влад сделал ради этой съемки среди нам денис сказал за сутки вам нужна машина заправленная контакты надежных друзей и торопиться куда-то просто быстро бегать и этот полуфабрикат купил машину теперь ну короче разбирайтесь вы правда должны его забрать и уйти из моей квартиры это без проблем я качаюсь не просто так так подождите нам нужен медвежатник сначала тут такое медвежатник этот чувак который скрывает замки вор типа какой-нибудь да профессиональный я предлагаю его взорвать не достанется ни того что там внутри чувак давай начнем с простого взломать замок так я лечу в эске взлом замков чувак я почти уверен что там второй сейф внутри там по-любому второй сейф мы его будем сейчас полдня пламывать помощи пустой чего я кстати денис попросил отвернуться когда он закидывал побежали в машине решать уже по пути давайте сразу договоримся куда поехать и сразу поедем я я уверен что мы справимся давай ставки я оставлю 3 часа 1 минута или мы проиграли слушай это очень штука в стиле мистера биста видос может поедем какому-нибудь супер популярному блогеру который нам подскажет вот как бы он поступил например и горько или парадевичу или диме машинку поехали к игорю короче нам нужен вот прямо хозяйский совет нам кукаяка дал сейф и сказал у нас есть 24 часа чтобы его открыть и тогда мы забираем то что там лежит могу дать контакт чела у которого все виды петарды у него самая большая петарда которую возможно в россии убить и тому что там внутри блин если там деньги они могут сгореть не не сгорят просто порвутся может быть но сейф если сильный то придется пару петарды давай 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 контакт сразу ладно александра спасибо тебе большое андрей у меня идея такая мы воспользуемся этим советом если не поможет больше ничего представьте если там лежит 500 тысяч рублей то это петарда разнесет кирам 500 тысяч мы можем начать мы можем повышать градус с маленьких петард все больше и больше и больше цены мне дэн разрешил кое-что вам рассказать я изначально знал какой будет примерно приз сегодня он мне рассказал что за приз мог бы быть если бы не больная спина его а если бы вы открыли чемодан сейф мы бы все втроем получили бы бизнес-класс самолет в турцию билеты в турцию и отель for seasons на три дня четыре дня но сейчас этого ну этого приза не будет потому что он в турцию не едет еду только я и как бы мне уже билеты купили в к нам давайте сейчас проголосуем поднимите руки кто считает что там прикол а не какой-то вот реально ценный дорогой приз там деньги и так далее я думаю что там что-то ценное согласен давайте посоветуемся с менее экстремальным блогером но у которого подписчиков прям уже близко к мистеру бисто с егориком с леной кукаякой о давай позвоним ли не файки и узнаем что ее муж мог туда засунуть а второе к нам позвонил это егорик аллен ты же хорошо знаешь своего мужа вот допустим у него был бы вот такой большой сейф метровый чтобы ты туда положила ой чтобы он туда положил как ты считаешь он спасибо им пока самая скучная что может быть в мире так у меня появилась идея можно пронканем дениса мы его откроем а мы скажем что не открыли или мы его откроем заберем то что там внутри взорвем на а кстати ну да вот эти петарды которые у него есть они разорвали матиз настолько что от него не осталось но даже шоссе типа шоссе разорвало машинах просто живого места от матиза не осталось и от матиза улетела типа на метров 10-20 смотри чем прикол во первых это очень опасно ты понимаешь во вторых если мы будем это делать нам нужно какое-то укрытие потому что осколки могут отлететь любые те в жопу влетят да сделаем у артура в комнате в квартире я же могу просто у вас сейф забрать иск и вы ничего не его понятно илюша здравствуйте это хорошего блогера сейчас секунда короче задачка не кажется не супер легкой но и не супер сложный и нужен какой-то хозяйский совет прям вот реально у нас есть 24 часа чтобы открыть этот сейф тогда мы забираем то что в нем открыть сейф подожди задача мистер биста почему мне позвонили это первое что хотел узнать ну ты самый популярный почти он самый популярный мистер бист в россии да я понял короче ну чтоб наверняка открыть этот сейф просто есть проверенный способ есть машины а какие у вас правила любые вообще чего угодно можно делать просто 24 часа до чего хотите но единственно вот парадич посоветовал взорвать его к херам собачьим но вдруг там деньги мы переживаем что они сгорят что есть машины которые бетон и асфальт дробит дробит а во прием связь потерялась так у нас есть подсказка ты ли у него пропала связь машины который дробит бетон да как мы это все за сутки найдем как я я больше не могу держать его прием прием да короче говорю то что есть машины которые бетон такие типа они вбивают его и пока руками держатся вот так уж внутри типа называется только есть прям огромные машины которые вот так вот с легкостью этот сейф помнут мягко говоря так ну главное успеть до ночи ладно спасибо илью больше это точно откроет сто процентов блин все кому мы звонили говорят точно откроет антир выбрать сам проверен либо звонил сам мистер убийство все едем молотку и ёбаному спасибо илью егорик привет нам кукаяка дал задание стиле мистера биста и ты ну и всех моих знакомых человек у кого подписчиков вот прям уже почти как у мистера биста нужен твой совет вот чтобы ты сделал вот такой если да если откроем его за 24 часа то содержимое наше хорошо наехать пилить ну конечно болгарочкой опра здесь все парадич предложил взорвать его нет там-то и прикол если мы его не открываем ключ у артура артур просто его ключом открывает и забирает себе можно перевести время на телефоне артура давай-ка если мы выиграем мы тебе если там 500 тысяч или миллион мы тебе косарь скинем все спасибо мне кажется что у его река самый четкий план самый аккуратный ювелирный вопрос только в том что он может быть защищен от такого ты про тот план я прочитал про этот сейф нам что-то лежит очень там 2 сейф там 2 сейф там 2 стал 2 сейф значит нам надо торопиться открыть его каким-то самым легким способом потом уже заморачиваться давай поедем к специалисту который занимается открытим сейфом поехали допу инфа от илюши эксайла во первых он скинул эту фотку и я боюсь этой штуки сейф который у нас на реше внутри какие-то полки это могут быть полки просто они слетели вид поражаются в теории то есть не факт что там второй сейф но если бы я был кукаяка есть бомба кукаяка он бы добавил туда второй сейф точно ладно если подозреться все-таки полки там барахтается не второй сейф да я думаю это полки а не сейф ты можешь заехать на территорию я тебе ключ дам ты просто сейчас здесь давай здесь а подожди почему я вам помогают тащите его тащите до машины его у меня есть ощущение что ну мне не нравится что она слишком легкая типа что мы можем его сделать и мы сами себе усложняем я знаю кукаяку чуть дольше мне кажется там просто них не будет подписчики обязательно подпишитесь на наши телеграм-канал и поставьте колокольчик там гибите подписочку лайки короче вот переживает что и мощным взрывом и у нас задача типа достать то что внутри и супер просто взять и просто расщепить на атомы сеть в этом нет никакой сложности мы можем прямо сейчас пойти его и расплавить здесь сложность это настолько небезопасно для жизни настолько незаконно настолько вообще все плохо и сложности огромные но никакой сложности не вижу пока другой способ сам самая сложная это открыть сейф так чтобы не повредить то что внутри а просто расщепить сейф взорвать это очень просто это ребята знаете в чем самый прикол то что я по идее противник и я должен чтобы они проиграли но я почему-то езжу с ними не то чтобы помогаю им но поддерживаю их и я вот не знаю точнее я знаю что мне это ничего не достается если они выиграют следовательно вопрос зачем зачем я им помогаю подписывайтесь на мой телеграм-канал подпишитесь из жалости потому что он ничего не получит за этот выпуск мы откроемся буквально уже через час пацаны выиграют поездку в диснейленд а я а я останусь дома сидеть картошку есть огласи список огласи список что нам надо повернись я не знаю мы сейчас пойдем спрашивать что нужно для того чтобы уничтожить у нас вот такой сейф вот на нам нужно его уничтожить точнее не уничтожить открыть как-то и достать мы не в моей не грабительности мы блогеры это хуже кувалда нет ну попробуем благодаришь к нам точно надо куда надо не открыть я прям уничтожить и уничтожить калитра мужиков я искриваю что до сверения пройдет а вот можно за стенку просверлить по идее задний только есть 30-30 автор 40 болгарки сверлим пилим боковую стенку подскажьте болгарку чтобы еще и остаться при деньгах девятьсот ватт 3 рубля 3 рубля тоже не понимаешь эти мужские термины рубль это тысяча оказывается я знаю болт болт это что ты че андрей болт а костюм надо какой-нибудь он нашел кувалду еще наш багажник для полицейских которые нас остановят на других стран все более подозрительных никогда человека еще сколько стоит 10 10 тысяч обожаю андрюха который не смотрит на цену красивый сам идет молоток чувак тут кирка огромная крутая вот что нам надо о давайте кирка сколько стоит кирка йоу это майнкрафт в реальной жизни пацаны купите каски реально башку даже есть каска с прошлого видос да на него до нее под нос но наденешь ее вот представь лицо кукаяки если просто артур пишет дэн андрей взорвался а вот голову себе пробил и идите по радостной что в итоге он выиграл давайте пацаны кирку берите вот 157 рублей я думал ты ложки так для обуви увидел это как скитлс давай давай я ты будешь желтый скитлс я красный а тур синий не я не хочу быть зеленый соленой карамелью лучше зеленый пацаны я вам нашел нормальные каски это этот дровосек из изумрудного города сегодня вот не было у него тебя его боялся мозгов не было у тебя мы же болгарку куда-то даже подключать электрогенератор но это вот как будто можно будет попробовать его 4080 давай брать а нельзя атакума машины запитать как-нибудь чтоб не покупать он или в аренду взять есть такие штуки которые работают прикуривателя где мы возьмем то сейчас да дорогие каски юб просто все дорого 100 рублей давай одну такую возьмем в этом колонку выбирает ват как батя стоит так вот так меня зовут мистер бис сколько нам потребуется вентиляторов чтобы сдуть артура берем прикиньте нам пиротехник предлагает самый мощный в мире петарду из тех что разрешены в легально нервничать у меня рот сохнет мы взяли единственный глушитель тушитель который нельзя пробить ты унесешь он главное случайно чипу не оторвать а прикинь будем стучать и она как в майнкрафте просто сама кирку сломать иди камень добывать полки честно скажу я с ней себя жестко уверенно чувствую тест запуск просто ну так хочется уже я с этой киркой хожу руки привыкли что есть что-то ну просто как едем к игорику надеюсь она нам поможет уже три часа мы вообще не продвинулся я переживаю что сейф вылетит из багажника никому-нибудь лобову улетится в сейф на туре у влада появилась прикольная идея что мы загуглили марку сейфа и знаем сколько он весит соответственно если мы сейчас весим сейф и вот эту разницу найдем мы поймем что внутри насколько это тяжелый может ли там быть второй сейф или может там вообще 200 грамм и мы тогда сразу поймем что он берет денежки или может быть там пусто пусто да вообще ничего нет есть вероятность дорогие друзья что там есть второй сейф если он там то мы тогда должны еще быстрее ускориться и попробовать взломать сейф еще быстрее надеемся что у игорика есть весы или что они если у него нет мы пойдем вкладывала точно есть весы более сушил нормально скакивает специально сделали территорию для подписчиков чтобы они могли спокойно гулять сотрудников понимаете у меня есть ощущение что там в этом сейфе просто яблоко в итоге вообще миллион это же самый я бы так сделал я бы типа заставил пацанов мучиться целый выпуск чтобы они потом в итоге яблоко откопали нормально 30 коп мы загуглили а сколько айфон весит если пробить киркой если киркой вот это я вас она вижу пробить это можно ножовочка попробовать этот геморно зато можно увидеть что если фонарик ваша задача же понять что внутри очень даже да вот мне кажется если пробить киркой нормально подолбить если там купюру то да но если там яблоко то не погрызть просто я ребятам говорил то что нужно купить еще один сейф побольше запихнуть этот сейф в сейф у тебя ключи да чтобы ты не смог открыть самое важное с 10 миллионами спасибо спасибо а еще больше скажите на права сдал я два года сдавал вот эти права это реально больше да и типа я клянусь я рад этому даже как будто вот наравне с 10 миллионами даже стоит зеленая мразь и она не еду это ты про андре короче есть вариант у нас есть магазин уже так иногда делали мы взяли брали наш удлинитель проводили через магаз тетя Валя нам разрешает и мы вон там за домом можем попробовать но я смотрите я перед этим попробовать давайте попробуем киркой просто попробуем прикиньте он машину машину купил сегодня за съемку один днем поздравляю приобретение вы не знали что там будет там кукая как говорит вам нужна машина заправленная и друзья я говорю я бы по приколу туда реально просто хреньку положил мне кажется что так и будет я уверен что там что-то какой-то прикол точно не я думаю что там что-то очень приятно ну потому что он тебе специально сказал это на уровне вистера беста да там чтобы ты сразу завысил ожидания а потом ну ладно посмотрим интересно в любом случае прикиньте там в банке коронавирус просто вот я уверен что там какая-то подъемка прикинь там внутри твоя маленькая машина ну что давайте выкинем сюда да ляпнем один раз киркой да и все чувак только аккуратно чтобы не отхочил у тебя в глаз да смотри она может да давай только аккуратно а на камеру на камеру тоже интересно знаешь ты все время снимаешь такие легендарные видосы никто даже не знает какие дела мне Денис сказал что он мне даст 200 тысяч если я заберу этот сейф а сколько сейф стоит прикинь сейф стоит 200 тысяч он имел ввиду что он сейф не сейф 13 стоит саня ты бы ушел от Егорика работать к мамиксу только честно честно нет а если не честно да с удовольствием я бы ушел от себя работать а нормально что мы все маски надели а как бы наш надень что нибудь а у тебя прическа дырка 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 я смотрю кроме как на свою жену все остальное чушь и вы не смотрите это это очень влияет на вашу психику сколько у вас есть подписчиков у нас я их не собираю если бы я их собирал у меня было бы пару миллионов точно а что вы решили с этой стороны взрывать она самая такая мягкая а вы походу с опытом я с опытом я вообще гангстер а вы его не узнали это мамикс кто? мамикс ааа а это папикс а это макс плюс 1500 выкиньте там внутри ключ от сейфа сейчас берете там любого вот этого вот таджика узбека или еще кого-нибудь который делает здесь ремонт я узбек ты чего узбеков а этот выходит с этой как его с пилой вот с этой вот обыкновенной с болгарочкой и болгаркой обыкновенненько его пропарываете а прикиньте мы все это придумали и там торты написаны с десятью миллионами, Егорик ааа дает ей ножницы по металлу пошли что? у нас же такое а она говорит я дам это остров лупи смотри если будешь лупить в эту часть где сварено мы сможем открыть ее вот не чувак это будет тогда очень долго Видишь, тут загибается, а где сварено, видишь, какие-то крепкие элементы. Тут тоже сварено было, по-моему. Чел, не-не-не. У нас самое короткое видео из вас. Может, сохраним интригу? Давайте сейчас вот на этом этапе, да, мы сохраним интригу, и мы будем пытаться с другой стороны по-другому открывать. Либо хотите вы посмотреть, и мы на вашу реакцию посмотрим. Да, давай, хорошо. Я вам перевернусь. А знаешь, он же сказал, если вы откроете сейф, вы получите перес. Может быть, он имеет в виду, что мы его откроем, и тогда он только тогда доставствует лист. Нет, по-любому в сейфе лежит. По-другому не быть не может. О, я вижу. Я не понимаю. Давай продолжим. Егорик, только осторожней будь. Стоп, это вообще не сейф. А что? Это какая-то стена, она просто втаскивает. Нет, там полочки были, полочки были в сейфе. А вы можете это забрать и убежать просто? Я слышал! Там несколько вариантов всего лишь может быть. Там, походу, полный говно какой-то. Типа чайник, а я не вот кофе. Пойдем, наверное, просто сертификат на кофе как раз. Я просто, мне просто сложно поверить, что там может быть что-то просто очень крутое. Я жду подъем какой-то. Это должно быть что-то, что мы открываем. Там это не финальный приз, типа, больше, я думаю. А карта типа какая-нибудь? А что-то, что мы должны вот что-то еще сделать и получить что-то очень крутое. А знаешь, что? Отойдем. Короче, мы увидели там пылесос. Пылесос. Робот. Очень большой. Три турбины в пылесосе. Но не очень большой, но он влез, видишь, в сейф. Да, и мы пробили чуть-чуть пылесос. Да, но я думаю, это будет не проблема для парней. Починят. На самом деле там конверт. Короче, там конверт. И у меня два варианта. Либо там бабки, что скорее всего, потому что в предыдущем выпуске у Дениса Кукайки были прятки на 500 тысяч. Это серьезная заявочка, в принципе, в весь этот блогерский мир. А во-вторых, либо там какой-то челлендж, какой-то прикол, текст какой-то. Либо это мультиварка. Ну, одно из двух. Что-то явно связанное с картошкой. Да, да. Оно большое. А может мы, может мы его нафиг? Заберем сейчас все айфи. Да, блин, прикалываешься. А, я уже упаковали его. Все, всем пока. Все, мой кофе. Пить. Двойная. Двойную руку пожать. Подпишитесь на канал Дениса, пожалуйста, пожалуйста. Я вас очень сильно прошу, пожалуйста. Если кто-то пришел с моего канала, я умыляю вас. Подпишитесь на его канал, чтобы ему было очень приятно. Вы представьте его эмоции, а какие эмоции будут еще у Василисы. Я говорю уже о Лени. Покупайте бренд Василий Сиаго. А на влог-сквад не подписываться? И на влог-сквад, конечно. Это идет, как знаешь, типа, скачиваешь какую-то программу. И там Яндекс, браузер, Майл, вот это все хер. Автоматически. Все, всем хорошего вечера, всем пока. А, может, в дом. А, да. Буквально 10 секундочек, чтобы я тебе кое-что очень важное рассказал. Авиаселс – это сервис для поиска и покупки дешевых авиабилетов. Все. Продолжай. Буквально 10 секунд. Буквально 10 секунд. Что-то там слило на фу про нас. Мы сейчас немножко телефон Артура изымем до завтра вечера. Вы чего в роду? Я говорю, ну, знаете, что? Что у вас получается? Ой, да, у нас прям все хорошо. Сейчас будем подкидывать, чтобы самолет разбил. Он мне спросил, что там за дырка Короче, что-то Дэн там шпионит про нас Они что-то там с Артурчиком сговариваются Мы не знали, какие съемки сегодня будут, что нам надо делать И просто у меня в рюкзаке все И даже трое пар трусов и фонарик я взял Мы находимся на пустыре Наша задача сейчас максимально подозрительно достать из тачки сейф И начать его пилить прямо здесь Надеюсь, никто не вызовет полицию Но мне кажется, все должно быть чеки-буки Башину не поцарапайте Не, пацаны, давайте другой стороной Только не у машины Егорик реально сильный Ну вот, говорят, походу, вот эта сторона Сильно крепче, чем вот та Кажись, на сегодня все Туруруру Туруруруру Туруруруруру Тра бля deal Ты загоришься, я тебя спасу Такой вообще кайф нажать Хочешь нажать? Да Не-не-не Это ещё плохо может отстирываться Вон, вон, Дрю Андрюха, приятно ты ничего не делаешь Сейчас я докурил, всё Артур, смотри, он четыре раза ее тушил, а до сих пор не потушил. Так, кажется, у Влада ничего не получается. Короче, у нас есть два варианта. Первый вариант. Оставить все как есть и прямо вот не на закрученной вот этой штуке пытаться сейчас пилить сейф. Но мне кажется, что маловероятно, что в сейфе есть пару лишних пальцев и жизней. Я думаю, что нужно сейчас принять поражение на сегодняшний вечер. Сейчас самое классное будет спутать минус и плюс. Скажи, сколько времени? Двенадцать уже. Я думаю, мы поедем спать, но недолго, типа, рано утром поедем. Сегодня второй день нашей телестройки и мы будем пытаться взломать этот сейф. Двадцать четыре часа через. Меня зовут Сан Саныч, это Джаник и вы смотрите Школу ремонта. Поехали! О, ну что ты? Уйдет! Бомба фантастика! Блин, он очень толстый. Надо завести машину. Аккумулятор сейчас сядет, мы потом не заведем. Давай. Завези. Ребят, на самом деле у меня есть желание угнать машину у ребят, но я не знаю. Вообще было бы прикольно попробовать, да? Надо, чтобы они сейф положили. Что-нибудь подумаем. Ладно, пацаны, это не мое. Тему вообще похуй. Дай дай мне с него. Есть дыра. Вы знаете? Да. Все, поехали. Давай чуть-чуть ускорим, братцы. Стой, бери сюда. Давай я разочекю. Ааа, мне по пальцу бьет страшно. Давай взвесим, кстати. Пока я там сильно вес веса не потерял, корпус. Мне кажется, он уже потерял прилично. Он ничего не потерял. Он как остался, так остался. Не, он пока мы не отрезали. Вопрос в другом. Где мы будем это делать? Напомню, мы хотим взвесить, чтобы понять, что внутри. Насколько это тяжелая штучка, что внутри. Мы знаем, что вес 30 килограммов. Аккуратненько, ебануц. Че снимаешь, помогай. А, ты же враг наш. Посмотри, вес сейфа 30,5 килограмм. 30? 500 грамм. То есть там точно внутри сейфа нет сейфа? Ну, что-то есть. Давай напишите в комментариях, что может весить полкило. И что может быть в этом сейфе, и оно, походу, маленькое. Может быть, это его какашки? Давайте погнали обратно пилить. Пилить или поехали к мужикам? У нас есть одни знакомые мужики серьезные. А они процент захотят? Просто так долго, мне кажется, мы можем не успеть. Просто тут, ну, реально тут мы сейчас полчаса пилили за эту маленькую пилищечку. Пишите в комментариях, что нам дальше делать. Да, мы пока подождем. У меня появилась идея, что, ну, в сейф пробивается киркой, реально. А что, если пахнуть, прям в эту пиндюрку? Андрей, ты не мог попасть в ту дырку? Какова вероятность, что ты в эту попадешь? Слава моей бывшей. Лицевая сторона, походу, самая защищенная. Вообще невозможно пробить. Ага, там дырки реально. С другой стороны были прям дырки, а здесь вообще ничего не присутствует. А ты бы смог попасть сюда? Ты его долбаешь сюда. У него здесь шестеренка вставлена, здесь шестеренка и здесь. Для него хрена от того, что его все ударишь, они вернутся сюда механически от него. План такой, мы приехали на какие-то стройки, ангары. Сейчас будем просто мужиков просить нам помочь, потому что сколько у нас осталось? Несколько часов, часа 4-3. Влад здесь как-то видел, что здесь что-то строят и прям жестко пилят металл. Мы час сюда ехали, мы прямо где-то вообще уже в Петербурге. Пока Влада нет, попробую по машине, по капоту как полицейский проскользить. Чего вы тут делаете опять? Да нет, нет. Можно проскользить по капоту? Ты можешь проскользить, но если что с капотом не станет, то с чем не встанет? Да, слабенький. Давай для кадра все равно. Какая-то проститутка просто. Мы там раздарявили его сзади уже. Его легко раздевать. Мы чисто на самом деле ездим. Чего, надеюсь, сейчас договоримся, что эта шайтан машина уничтожит. Мы вообще уже потеряли надежду, что сможем воспользоваться советом Ильи Иксайла. Но в самый последний момент увидели вот эту штуку. Ну и нам сказали, что возможно договоримся. Во время кап-кап-кап-кап-кап. А можно как-то его проткнуть, протаранить? Нужно. Обо что таранить непонятно, да? Более базарено это. А можно еще сверху и долбануть? Короче, все круто. Мы его и скинем сейчас, и проткнем. Продолжение следует... Как я понял, это совершенно неэффективный способ. Там жестко страшно. Он дрифтил на этой штуке. Первый раз вижу, что на такой штуке дрифтили. План Б. У нас здесь жесткие мужики, и они нам попробуют распилить этот вонючийся. Эприз мы тоже распилим. Все, короче, я договорился с какими-то мужиками в этом ангаре. И сейчас они сказали, что у них есть какая-то огромная болгарка, которая прям опасно работает. Я не знаю. Мне стремно. Сейчас будем заносить и пытаться. Они сказали, у них есть обычная болгарка, а есть огромная. Не знаю, блин, погнали. Я лично жду щупальца из доктора осьминога, из Человека-паука. Пап! Два с половиной часа. Юрий Викторович, как думаете, ребята без подготовки, большой болгарка справятся? Можно кого-то попросить туда помочь закасарить? Смир, а ты большой болгаркой отрежешь? И для видоса надо, чтобы руку отрезало. Вскрыть его надо просто. Вскрыть. Как хочешь. Да, дырку в нем сделать, короче. Желательно вот здесь. Боковая стенка, маленькая болгарка, легко поддается. Блядь, стремная окраина. Болгарка, мне кажется, кому-нибудь что-нибудь отпили, правильно? Если кто-то будет писать, что мы не сами ее вскрываем, нам помогают. Денис за 24 часа нам написал, найдите машину и людей, которые вам будут помогать. Мы все сделали. Ого, как ровно. Так это мазь не работает. Она быстрее, чем маленькая отрежала. Вот тут есть такие вот шовчики, вот места сварки. Мы просто по одному их попробуем отбилить и просто промять этот лист. Надеюсь, все устроится. Короче, будем мозгами как-то сработать, потому что трубы сегодня... Да, все, поехали. Че, он сломается? Ох! Только крепко держи. Я вот думаю, вот сейчас ее туда внутрь загонишь, и чем это нам поможет? Мы вообще ее потом не достанем ничего оттуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аааа! Двое сука! Бросай, Курис. Давай я разум марку. По-мужски. Давай, это он шутится, я ему разрешил попустить. Давай. Осторожней, Влад. Мы настолько близки уже, ну прям там уже виднеется какой-то скотч, пенопласт. Но мы не успеваем сейчас до конца открыть, и мы сейчас поедем его все-таки взрывать. Ну, потому что нас человек там ждет в поле один. Я понял, в чем главный приз от Дениса. Главный приз это то, что... Это грыжа. Это возможность получить все эти эмоции и поучаствовать в этих приключениях. Вот это главный приз. Киньте, типа нас остановили полицейские. Такие, чего у вас сейфи, почему у вас гирка здесь, пензопилы какие-то, открывайте. Да, 16.54, осталось 18 минут. А мы не можем найти поле, чтобы взорвать уже этот сейф гребаный. А нам помогает Никита. Никита, кем ты работал, самый твой эпик взрыв был? Эпик взрыв? Скажи, Иван, Матис. Работаем с лучшими. Спасибо, Никита. Ну, если мы, правда, сейчас успеем. Если не успеем, мы даже не узнаем, что в сейфе было. Сейчас будем звонить кукаяки по видеосвязи. Так. Куда? У меня сегодня нужно будет джин-тоник, блядь, на диванчике. Короче, наша сейчас главная боль, это, во-первых, мой прыщ над губой. А во-вторых, как здесь взорвать сейф, чтобы ничего не загорелось. Шарик это мы оставим на потом. Это один взрыв. Это как петарда ебанутого масштаба. Но она такая. Она разлетится, нахуй. Этот не разлетится. Это, по-моему, это посмотрите. Жаль, 10 минут осталось. У нас, если не откроем, то хана. Смотрите, это маленькая? Нет, это большая. Давай маленькую. Есть чуть поменьше. Давай поменьше чуть-чуть. Во, начнем с этих, потом те. Еще меньше. Смотри, я с вами не пойду, вы как бы донесете там уже. 8 минут! Я, кстати, предлагаю, если мы положим здесь динамит, сейф уже, на нас ничего не полетит. Мне кажется, мы уже достаточно отошли от машины, не? Бля, не знаю. Мне вообще все это не нравится, я вообще не знаю. 6 минут осталось. А я не боюсь, мне похуй. А, я хочу на взрыв смотреть. Не смотреть. Да, я крутой парень, который не смотрит на взрыв качки снимает. Куда? Куда вы что нахуй? Бля, ты куда? Так, а ты почему так быстро побежал? Страшно. Нихрена, если это самое слабое? Нихуя нету. Ну, не самое, но одна из... Да, это топ-2 по слабости. Бля, это не самое мощное, вы че? Я пропустил опять, вот сейчас. Одна минута, запускайте. Одна минута, или мы проиграли. Бля, Влад, ну прими решение уже быстрее. Такое, его не закрыть уже. Ой, не-не-не, я побежал. Покажи. Или может оно отлетело в кусты? Короче, давайте. Мы еще приз разгли? Походу, да, его нету, даже следа ничего нету. Только вот черные бумажки какие-то. А может он вылетел куда-то? Слышите, тут какая-то мелочь валяется. Вот, смотри, кратер от него. Кратер? А че с призом делать, вы че? Вы точно зря это все делали. Там че было хоть? Может такое быть, что ты по приколу ничего не положил? Ну че, пацаны, я поздравляю, вы справились с челленджем. Только вы уничтожили подарок, да? Пожди, там он точно был? Ну конечно был, что он просто так же сделал это. Я так не делаю. Он говорит, был подарок. А что это сгорело? Ну можешь хоть сказать, уже просто обидно будет. Вот там было что-то черное? Было, да, это был конверт. Черный конверт? Да. А пенопласт был? Конверт что? В конверте открытка? Я, чтобы, я, чтобы, чтобы, короче, был конверт с определенными, ну короче, конверт, я его приклеил к пенопласту и пенопласт приклеил к дну сейфа вот этого второго отсека, который вы пробили, как я понимаю, первым, и который, получается, при взрыве куда-то... Скажи, пожалуйста, были ли там какие-нибудь оранжевые купюры с Хабаровском? Не были. Там открытка? Да выделись, сказала. Или набор ЧЕО в 50 штук? Ладно, мне надо это отойти, я понял, что вы взорвали приз, я удивлен. Мы, причем, самые слабые взорвали пока что петарду. Сука, прилиплено на сквозь. Блин, прикиньте, это андроид, телефон на андроиде. Вот, голыми руками. Блядь, какие-то картонки там. Сука. Так, первые достали что-то. Э, там мелочь какая-то. Там мелочь. Все? Эй, а где? А где Ламбо? Где Феррари? Кто угадает? Дайте мне, я подпенджу. Похоже, жетон. Давай распаковку делать. Просто тупо мелочи из кармана. Там какой-то мешочек еще. Может, записку хотя бы оставил. Записки нет? Вот уроди, смел. Серьезно? Никакой записки? Хочешь, забирай. Ты хотел это выбрать? Нет. Тут даже монетки грязные. Сколько мы потратили денег за сутки? 40 тысяч. Не, ну мы договорились 50 на 50, то что встали. Да, без проблем, мужики. Всем раздадим вообще. Спасибо за помощь. Артур, вот твои 2 рубля. Это нормально. Так, ладно, а у вас есть пункт металлоприема? Как жестко нас развели. Я в шоке. Мы просто всю дорогу ехали, вот эти все 24 часа просто. Я себе думаю макбук купить. Да, я вот если там хороший приз, я, наверное, отдыхать поеду. Тут на метро даже не хватит. Ладно, Андрей, на, я отдаю свою долю тебе. Тут булочка будет. Знаете что, давай мы хотели это сделать до... Ну, короче, мы это решили еще до вскрытия, что мы отдаем приз Артуру. Да, да, да. Юрик сказал, да не может быть там какого-то прям жесткого подъеба, потому что Денис добрый. Я думал, там билеты в Турцию вам будут. Правильно? Думал, да. Ну ладно, пацаны, вы можете... У вас деньги есть теперь? Вы можете в Турцию поехать. Куда его вставить? А, подожди, подожди. Все открылось. Подожди. Блин, ну... А вот это отсек. А, мы открыли, да? Вы можете отойти, пацаны, чтобы я его спокойно открыл, чтобы вы ничего не видели? Ничего. А вот этого ключа у тебя нет? Есть. Официально нас развели, короче. Ну да. Блин, ну теперь я понимаю, что мне надо было просто красть у вас сейф и получать 10 тысяч. Артур, ну про шлятал ты. Единственный, кто мог выиграть, это ты, получается. У нас не было шансов вообще никаких. Короче, сейчас будем звонить Денису и говорить, что мы его обманули. У нас главный связи, Андрей, он постоянно всем звонит. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, ребята. Ну что мы хотим сказать? На самом деле мы нашли твой подарок. Твой сейф, девчачий, мы сломали просто за час. Мы его просто решили унизить и уничтожить вместе с твоим вонючим подарком. Больше не звони сюда, понял? Мы уже заказали шлюху и путевку куда-нибудь, а ты взял и нам мешочек с мелочью подсунул. Подожди, это была наша совместная идея семейная, чтобы у вас там было. Круто, мы вас всех любим. Спасибо большое. Мы потратили 50 тысяч. Частички мы возместили, там 47 рублей и пуговица была. Все, на них? Пуговицу мы не нашли. Пуговица не нашли. Как так? Пуговица самая ценная. Ты знаешь, в чем прикол? Мы всем обещали в доле скинуть по несколько тысяч. Парадеичу, Эксайлу, мужикам на стройке. Ладно, давайте так. Смотрите, пацаны. Я прежде чем дать вам нормальный крутой челлендж, должен был вас проверить. Потому что вы в последнее время тухлили. И у вас на канале тоже очень тухлый актив был. Поэтому я вам дал разминочный челлендж. Если этот ролик заберет у вас 11 тысяч больших пальцев вверх, то мы снимем вторую часть, где вы, во-первых, ничего не откроете, а во-вторых, приз будет уже не 47 рублей и пуговица. А 200, да? И две пуговицы. 11 тысяч больших пальцев вверх и все делаем. Спасибо. Мне невероятно приятно. За эту сумму она изменит мою жизнь.